Здравствуйте! Давайте откроем сегодня Библию. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 стиха прочтем. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха прочтем. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши!» Вот, до 11 стих прочитали. Из-за того, что все мы транслируем по программе Zoom, поэтому я также зашел и слушал сегодня лекцию приглашенного гостя. Я послушал пастора Ким Гисона, также пресвитера Пак Мунтек. Пресвитер Пак Мунтек. Да, он интересно рассказывал, так как он является юристом. Да, но я очень рад, что мы транслируем по Zoom. Я слышал еще другие лекции. Знаете, я хочу сказать вот так. Где-то Корейская Библия, это 1800 страниц. Да, наверное, вы тоже все открывали Библию и увидели, что там ни одной картинки. Но только один текст. Нет даже ни одного пробела. Почему же Библия должна быть такой толстой книгой? Я посмотрел и подумал. Нельзя ли тонкую Библию сделать? Но из-за того, что у человека мысли очень запутанные. А для того, чтобы распутать все эти мысли человека, освободить его, нужно такую толстую Библию читать. Да, не знаю. Может, вы думаете, что это бесполезные мысли. Но точно. То, что в этой Библии написано о сердце Бога. Да, если я читаю эту Библию и соединяюсь с сердцем Бога, тогда я имею счастье, и спокой, и также силу для жизни. Вы просто читаете Библию. Но если вы подумаете о сердце Господа, который написал Библию, тогда ваше сердце может перемещаться и совершенно в новый мир. Библия — это слово. Слово — это слово Бога. Бог написал это слово. Да, может быть, мы с вами гангстеры или противники. Может быть, мы ужасные люди. Но Он, именно Бог, который больше всего любит нас в этом мире. Тогда мы сможем читать совершенно другими глазами эту Библию. В чем же заключается проблема? То, что мы верим не только в Господа, но также существует злой дух. Да, есть такое существо, которое не может смотреть на то, как мы с Господом живем в радости и наслаждении. Поэтому сатана, он возмущает нашу душу и дает нам неверие. Если мы читаем Библию, если мы имеем веру, мы понимаем, что написано, тогда мы видим, как Господь любит нас. Знаете, мой сын находится в США. Да, мой сын уже полностью вырос, он уже стал взрослым человеком. Но если бы я в возрасте двух лет отправил его в Америку и уехал бы на десятки лет. Наверное бы я не уехал бы просто так. Я бы обо всем рассказал моему сыну, с чем он может столкнуться. Также я бы пригласил человека, который будет заботиться. К этому человеку я бы очень хорошо относился. И моего сына я бы поручил его и просил бы его ухаживать за моим сыном. Я бы проверил, этому человеку можно ли доверять или нет. Да, я бы все приготовил для сына. И то, что Господь любит нас, это не просто теория. Это точно Господь любит нас. Он любящий Господь. Почему же написано так много слов в Библии? Если мы подумаем немножко, какой смысл имеют эти слова в Библии, тогда мы сможем найти сердце Бога, сокрыто в Библии. Господь знает, что мы слабые. Господь знает, что мы легко поддаемся обману сатаны. Господь со всех сторон обдумал и знает нас очень хорошо, что мы легко поддаемся любому соблазну. И Господь, конечно же, приготовил бы все для меня, чтобы я прожил в безопасности до встречи с Ним. Да, и знаете, что мы должны знать? И что другое? А именно сердце Бога. А Господь сказал так. Почему же так? Он сказал. Почему Господь позволяет мне сталкиваться с такими трудностями? И сколько бы я не читал Библию снова и снова, я увидел там удивительное значение и смысл. Человек, он просто думает. Когда Господь вывел израильский народ из Египта, он дал 10 заповедей. Написано, что в 1491 году до нашей эры израильский народ вышел из Египта. Написано в Библии то, что они дошли до горы Синай. Когда они жили в Египте, там был египетский закон. Там написано было, что нужно убивать детей, мальчиков. Знаете, у нас есть служитель Ким Самуэл. Да, и его жена родила где-то год назад. И вчера после окончания проповеди я сел, и мы пили чай и принесли его ко мне. Да, я на втором этаже живу, и они тоже. Их ребенок очень милый. Да, и служитель, и его жена очень любит ребенка. Очень красиво растет ребенок. Это вот цветок. Да, это как будто роза, которая расцветет. Кто научил папу и маму любить своего ребенка? Кто научил папу жертвовать ради своего ребенка? Никто не научил так делать. Но мама и отец любят ребенка так же, как и свою жизнь. Да, знаете, короткое время этот ребенок находился с нами, но мы все получили огромную радость и счастье. И я не понимаю, почему у них только один милый ребенок? Да, если вам еще нет семидесяти, и вы, если имеете только одного ребенка, пожалуйста, родите еще одного. В сердце человека Господь может в разных аспектах действовать. Но потому что человек находится в колебании, которое дает сатана, если вы точно читаете Библию внимательно, если вы читаете Библию, если вы читаете Библию больше и больше, тогда вы поймете, что все проблемы пришли от Господа. Почему я встречаюсь с такими трудностями, Господь? Почему у меня такая печаль в жизни? Почему мне нужно такую трудность переживать? Точно ли, Господь, мне нужно так жить? Даже если вам и не объяснить никто, вы точно поймете сердце Бога. Да, простите, конечно, в 2020 году уже мои друзья состарились. Знаете, и среди них именно я чувствую себя самым счастливым. Уже я в возрасте, но я поднимаюсь по лестнице. Не было ли человека, который бы сказал, пастор, не надо вам уже больше подниматься? Я за это очень благодарен. Я думаю, что немного людей, которые бы, так как я, поднимались пешком и также долго читали лекцию. Я очень благодарю. Да, у меня были проблемы с желудком. И с детства у меня были проблемы с сердцем, поэтому было непросто. но я однажды узнал на тренировке, что у меня проблемы с сердцем. Я как-то, знаете, бежал и я потерял сознание. Я узнал, что у меня проблемы с сердцем тогда. тогда мне было 22 года, поэтому я просто отдохнул несколько дней и я возобновился. И знаете, из-за этого я не любил заниматься тяжелым видом спорта. но когда у меня стало больше 50 лет, тогда у меня проблемы с сердцем вернулись. И в 1999 году я чуть не умер. Я на самом деле думал, что умру тогда. И я думал, проживу ли я два месяца или три хотя бы. в 1999 году тогда я проводил конференцию на горе Сульбат. Я лежал в палатке, чтобы отдохнуть. И где-то 400-500 метров нужно было идти до главного офиса нашей конференции. Но я считал, сколько я ходил? Четыре раза где-то. Я читал, я ходил пешком. То есть я проходил четыре километра где-то. Я думал, сколько? Четыре раза я ходил. Это разве возможно? Это возможно, правда? Но четыре раза я сходил туда-сюда. Я был шокирован. И тогда я лег в палатке и начал смеяться. А оказывается, я не имею проблем с сердцем. Я уже выздоровел, я так поверил. И со следующего утра я начал заниматься бегом. Я мог бегать. я приобрел специальные конгрессовки для бега и я носил свои сумки. Даже если я ездил в Африку, я также занимался бегом по утрам. И знаете, в России очень красивый дворец. Я бегал вокруг этого дворца. когда мы вернулись в Тэджон, там есть недалеко школа для девочек. Там очень красивая школа и очень красивая вокруг. Я там видел, там стоит памятник Чангесоку, я здоровался с ним и бегал по кругу. Сперва я пробегал два круга по 300 метров, у меня болело в Баку. Потом я пробегал километр, два, три, четыре, пять, где-то до шести километров я бегал. Когда я бегал, с меня лился пот. Но когда я шел в душ, мне было очень приятно и свежо. пресс-фитер в нашей церкви говорит, что у меня самое лучшее сердце, самое здоровое. Так, кто я такой, что Господь вот так помогает меня во всем? Да, это в прошлом году было, когда у меня были немножко проблемы со здоровьем. Я часто был в Африке и куда-то летал, поэтому я простудился и имел усталость. И хотели меня деканы положили в больницу. Я пошел в больницу и прошел обследование. Сказали, что у меня гемоглобин 148. я думал, что 140 это самая лучшая цифра для меня. 148 это может быть такое? То есть означает, что у меня очень хорошее состояние крови. И тогда меня хотели положить в больницу, но врач сказал, не стоит. Да, мы с доктором совпали во мнениях. Моей жизни я чувствовал, что Господь поддерживает меня. Сколько бы я ни рассказывал, нет конца моим историям. Да, студенты говорят мне жить до 150 лет. Я только половину прожил. Я хочу жить до 150 лет. Да, и знаете, перед Богом я благодарю за то, что я сплю, то, что я встаю, то, что я ем, я тоже очень благодарю. Когда я играю в мяч, тоже я благодарю. Когда я проповедую. Знаете, почему? Потому что Библия это слово, которое написал Господь. Когда Господь писал эту Библию, Он знал мои немощи, Он знал мои слабости, Он знал, какой я ужасный, какой я неправ в своих поступках. Он написал это слово для меня. Тогда что я могу? За что мне переживать? Я был просто благодарен. Читая Библию, я прочитал послание к евреям, 10 главу, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносим это слово очень понравилось мне. «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». «Зна знаете, знаете, почему многие люди связаны с законом, они переживают и волнуются, и печалятся? мне мне так понравилось это слово». «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». «Что?» «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». «То есть это не по-настоящему». на Библии говорит нам так. «В Библии так написано, правда?» «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». «Знаете, дорогие, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». «В смотря на слово «закон», можно сказать, что это в основном 10 заповедей в законе. «Написано не ставь другого Бога, не служи идолам, не призывай имя Господа твоего напрасно, соблюдай святой день субботы». Это четыре закона относятся к Богу. И потом «Не убивай, не прелюбодействуй, не крати, не лжесвидетельствуй» и так далее написано, правда? «Уважай родителей своих, не лжи, не лги». Это все, что мы должны соблюдать своими окружающими людьми. «Когда Господь дал такой закон нам, что написано в Исходе? Я дам вам закон. Если вы будете соблюдать мой закон, «Когда я сделаю вас моим народом». Это исход, 19 глава, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля». «А вы будете у меня царством священников и народом святым». «И люб вы будете у царством священников и народом святым». «Да если вы соблюдаете мой закон, тогда я сделала старцем священникам и народом святым». А в 7 стихе «И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им в сессии слова, которые заповедовал ему Господь». 19 глава, 8 стих «И весь народ отвечал единогласно, говоря «Все, что сказал Господь исполним». То есть они сказали «Мы все исполним, что заповедал Господь». Немножко еще опустимся ниже. Есть книга «Второзаконии». «Второзаконие», 28 глава. 1 1 стих «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». «И придут на тебя все благословения си исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». Благословен ты и в городе, и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих. Благословен житницы твои, кладовые твои. «Немножко ниже посмотрим». 15 стих. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые заповедуют тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». «Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои, проклят будет плод чрева твоего, плод земли твоей, плод твоих валов и плод овец твоих». «Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем». израиль израильский народ пообещал мы все исполним но не было ни одного человека который бы исполнил. Знаете, интересно в Библии «Израиль Бог знал, что они смогут исполнить или что они не смогут исполнить потом дал закон такой. Господь знал, что мы не сможем исполнить. Знаете, если мы немножко подробнее изучаем Библию, мы можем увидеть интересный момент. Господь на горе Синай дал эти десять заповедей. Своим перстом он написал на каменных скрижалях эти десять заповедей. Это правда, правда? Это так. И Господь дал нам этот закон. Но не только десять заповедей он дал нам, но также Господь показал Моисею образ храма, который на небесах. И что он сказал? Ты спустись на землю и построи такой же храм, по образу которого я показал тебе на горе. И что потом он сказал? Если вы согрешите, тогда приходите в храм, берите овцу, заколите, и будет прощен ваш грех. Хочу спросить у вас. Люди сказали, что мы исполним все заповеди. Если бы они смогли исполнить все, тогда как вы думаете, Бог бы дал такой закон жертвоприношения для того, чтобы прощались грехи? Не дал бы, правда? если Господь дал им такой закон жертвоприношения, чтобы они могли приходить и получать прощение за свои грехи, значит он знал, что люди не смогут исполнить все заповеди. Это так? Как вы думаете, Господь ожидал, что они исполнят закон? Это не так. Это не так. Когда Господь сказал, что он даст закон, и люди сказали, что мы исполним все. Господь, мы не сможем. Господь, мы не можем исполнить твой закон. Им нужно было сказать так. Но что люди сказали? Мы исполним все. И то есть они старались исполнить но Господь не ожидал от нас, что мы исполним заповеди. Причина, по которой он дал закон. Закон же есть тень будущих благ, а не самый образ вещей. вещей. Да нет, нет, никого, который бы объяснял вот этот стих. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Написано, что закон это не есть сам образ вещей. Да знаете, важный момент. Давайте поговорим с вами. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Что это значит? Есть день субботы. что такое день субботы? Это четвертый заповедь. Соблюдай день субботний, потому что он свят. То есть до сих пор ты работал и делал в силе, но в день субботний не делая никакого дела. Да ни мужчина, ни женщина, ни рабы, ни рабыни, ни иностранцы, не пришельцы. Сказал Господь, не делайте ничего. Когда? В день субботы. Когда этот день субботы наступает? Когда Господь создал это небо и землю. И в седьмой день он имел отдых. Но точное время дня субботы это захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу. Никакого дела ты не делай в этот день. Ни мужчина, ни женщина, ни рабы, ни рабы, ни никто не пришелец. отдых отдых суббота. Потому что Господь при создании мира отдых седьмой день. Есть среди израильского народа рабы. Они идут со своим тяжелым грузом поднимаются на гору. «Ой, так тяжело!» «Так тяжело!» Но когда вечер, пятница наступает, как раз солнце начинает садиться за гору. «Ой, почти солнце село!» Как только оно садится всем, это начинает день субботний, тогда я могу освободиться от своего груза. Сейчас я несу свой груз. Да, но солнце, конечно, не издает звуков, оно просто заходит за гору. И тогда можно освободиться от всех своих грузов, понимаете? Да, и никто не может ничего больше сказать этому человеку, потому что это день субботы, понимаете? Закон имеет день будущих благ, а не самый образ вещей. Что это значит? Что же за значение имеет день субботы? Когда Иисус пришел, что Он сказал? Он сказал, что Он хозяин, господин субботы. Иисус был господином субботы, потому что в день субботы все грузы, все тяжести мы опускаем. Это показывает Иисуса Христа день субботы, потому что Он является господином субботы. Что Иисус сказал? «Все труждающиеся обремененные, придите ко мне, и я успокою вас». В Новом Завете Иисус сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». А в Ветхом Завете кто сказал это слово? «Именно день субботный. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Правильно? Кто дает нам покой? День субботный дает нам покой. Какой бы мы груз не не сли до тех пор, как настанет суббота, в субботу мы можем отдыхать. Истинный смысл субботы это символизирует Иисуса Христа. Иисус сказал «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Да, суббота позволяет нам освободиться от наших грузов. если мы становимся перед Иисусом, мы можем освободиться от своего груза. Можете сказать «Аминь»? Можете сказать «Аминь»? Именно день субботный говорит об этом. Давайте откроем вместе с вами послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам, вторая глава. Киевисянам, филиппийцам и потом Коринфянам и Колоссянам. Вторая глава. Шестнадцатый стих. Шестнадцатый, семнадцатый. Давайте два стиха вместе прочитаем. Вместе прочитаем. Шестнадцатый, семнадцатый. Три и четыре. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. Это есть день будущего, а тело во Христе». В шестнадцатом стихе что говорится? «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу». Что это значит? В семнадцатом стихе это есть день будущего, а тело во Христе. «Как мы в субботу можем освободиться от всего груза? Когда мы встречаемся с Иисусом, мы освобождаемся от греха. Это есть истинный смысл дня субботы. Можете говорить «Аминь»? Аминь! «Аминь!» Поэтому закон имеет день будущих благ. Потому что мы могли отдыхать в субботу. Но потом в будущем мы будем отдыхать благодаря Иисусу. Потому что Иисус освободит нас от грехов. Господь даст нам свободу. Даст нам истинная свободу и покой. Аминь! 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 Истинный смысл этих слов. Это значит если я прихожу к Иисусу Он освобождает меня от грехов и дает мне покой. для того чтобы сказать об этом Бог дал день субботы. Библия говорит нам то что Господь создал весь мир и в седьмой день Он имел отдых. Да Господь Он был уставший после шести дней поэтому Он отдохнул. Почему же Он отдохнул седьмой день? Он отдохнул потому что закончил все свои дела. Уже когда Иисус закончил все дела на кресте и умер уже закончилось все. Аминь. Аминь. Он заплатил за наши грехи. Если мы знаем точный смысл дня покоя. Тогда не нужно нам просто не работать. Аминь. Мои грехи очищены. Аллилуйя. Все. Больше ничего мне не осталось делать для грехов своих. Иисус сделал все для этого. Это и говорится о дне субботы. Закон имеет будущее блага не самый образ вещей. А Колоссян написано и так никто не осуждает вас за пищу или питье или за какой нибудь праздник или новомесяч или субботу. это есть день будущего а тело во Христе. Иисус пришел. А Иисус придет и освободит нас от грехов. И мы можем увидеть посредством закона что мы обретем истинный покой. субботний но многие люди читая Библию они стараются соблюдать день субботний на самом деле это объясняется то что когда Иисус придет мы сможем получить истинную свободу от греха но люди не знают об этом поэтому они хотят соблюдать день субботний и не только с законом так есть другие еще вещи Господь говорил убейте овцу или козла когда мы читаем книгу Леви 4 главу там есть жертвоприношения 4 вида жертвоприношений первое это когда священник согрешит потом когда начальники согрешат когда кто-то из израильского народа когда израильский народ и когда кто-то один согрешит там очень подробно написано как искупляют за грех по этому закону люди приходят убивают овцу или козу и могут получить прощение от греха закон имеет тень будущих благ а не самый образ вещей в законе написано возьмите заколите овцу козу из-за грехи свои хотя мы что-то делаем за наши грехи но это есть день будущих благ иисус придет на этот мир и будет распят на кресте и умрет он простит все наши грехи это есть тень тому когда мы согрешили по закону нужно принести беспорочную овцу и возложить на нее руки именно в 4 главе 27 и 28 стихе написано об этом написано да когда мы учим с вами закон жетоприношение господь говорил возложить руки на голову я не понимал когда мы возлагаем руки на пастора на служение и также служителей дьяконов пресвитеров а зачем на овцу возложить руки разве овца будет служить пастором или пресвитером или можно ли исцелить ее от болезни я не понимал смысла зачем возлагать руки на овцу я три года искал ответ на этот вопрос знаете удивительно то что все вопросы есть в библии есть 4 главе левита эта история и несколько глав позже в 16 главе в 16 главе 21 стихе написан ответ если мы прочитаем левит 16 глав 21 стих и возложит арон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов израилевых и все преступления их и все грехи написано возложит на голову свои руки обе руки свои на голову живого козла и отправит отошлет с наручным человеком в пустыню есть две козы одна это для искупления а другая для отпущения на одну козу возлагаются руки передаются все грехи и отпускают с наручным человеком в пустыню это показывает Иисуса который понес наши грехи а другую козу на нее также возлагаются руки и потом ее убивают она проливает кровь она умирает за наши грехи это говорится о том что одна отпускают в пустыне а другая умирает за наши грехи это это все написано в законе но также говорится о нашими отношениями с окружающими почитай отца и мать твою не прелюбодействуй не убивай не кради не лжесвидетельствуй это говорится о наших отношениях с людьми но это есть тень будущих благ того что придет Иисус и сделает для нас возьмет наши грехи знаете сейчас когда люди венчаются уже такого нет знаете раньше когда я еще женился тогда были свахи и они рекомендуют и показывают фотографии а как тебе вот эта девушка и тогда если друг друга понравились жених и невеста они решают пожениться но последнее время уже люди просто встречаются на улице знакомятся например потом встречаются и решают пожениться но в наше время очень большую роль играла именно сваха и однажды это сваха принесла фотографию красивой девушки и знаете что она сказала девушка очень красивая но она далеко ну ничего страшного можно поехать к ней тогда они поженились но они не встречались там не договаривались о свадьбе оказывается что она что она не видит и тогда этот мужчина сказал почему вы мне рекомендовали слепую не объяснили что она слепая знаете что она сказала я разве не сказала что она далекая ты же сказал ничего страшного я поеду к ней да вот такая есть история о свахе да есть такие свахи которые встречают людей но между нами и господом для того чтобы познакомить нас с Иисусом который поистине придет когда Иисус придет мы сможем освободиться от всех своих грузов и грехов когда Иисус придет все наши грехи простятся словно как сваха когда не может представить живого человека невеста она показывает фотографию так же это и есть как сваха которая показывает нам Иисуса который придет и что он сделает хотя еще молодой человек не видел свою невесту он не встретился с ней но он увидел фотографию знаете до каких пор человек смотрит молодой на фотографию до тех пор до тех пор как он не встретится с живым человеком с живой невестой он смотрит на фотографию скучает под ней эта фотография она не является реальностью но она является тенью то есть она на ней изображен тот человек который является невестой ой она такая красивая моя невеста но когда уже люди поженились когда они живут вместе уже человек не смотрит на фотографию он смотрит на свою жену понимаете да до того как мы встретились с Иисусом Иисус освободит нас от всех грузов и грехов он даст нам покой он простит наши грехи для того чтобы показать тень этого события есть закон и был дан также закон о жертвоприношении но когда пришел новый завет и мы увидели настоящего Иисуса только одна цель того что Иисус пришел для того чтобы освободить нас от грехов он очистит все наши грехи для того чтобы показать этот процесс заранее дан был закон от Господа который является тень будущих благ понимаете и знаете что произошло с 10 заповедями которые были написаны на двух скрижалях Моисей да положили их ковчег завета и закрыли крышкой и поставили два херувима которые закрывали своими крыльями чтобы никто не смотрел на закон смотрите на креста понимаете вот такой смысл но было такое что у них отобрали ковчег завета другой народ потом вернулся тогда где-то 47 тысяч людей погибло из-за того что был отнят ковчег то есть Господь сказал ни в коем случае не открывайте ковчег крышку ковчега когда люди читали читали снова когда мы видим что люди читают заповеди каждое воскресенье это так жалко Господу уже Иисус в реальности пришел он уже умер за наши грехи и пролил свою кровь теперь нам нужно смотреть на живого Иисуса Христа который за наши грехи умер но если человек погружается в то что он должен исполнять заповеди и соблюдать субботу вы когда женитесь никто же не женится с фотографией женится с живым человеком Иисус пришел на эту землю он простил наши грехи те кто правильно верит в Иисуса это неправильно приносить жертву или соблюдать 10 заповедей или субботу соблюдать это не то истинный смысл субботы это понимать нужно его мы можем увидеть что это есть день будущих благ а тело жива Христе да день субботы тоже показывает Иисуса Иисус Господь также отдохнул седьмой день когда закончился создавая мир он отдохнул не по причине того что он устал создавая он отдохнул по причине того что он закончился творение ему было уже нечего делать а я закончил все я закончил прощение грехов я закончил очищение грехов я закончил очищать вас господь закончил святость нашу уже ваше оправдание закончено я все сделал на кресте поэтому правильно верить Иисус это верить то что он уже сделал мы говорили с вами о женщине взятой в прелюбодеянии из 8 главы книжники фарисеи перевели женщину взятую в прелюбодеянии учитель эта женщина взята в прелюбодеянии а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями ты что скажешь бог дал заповеди израильскому народу он дал закон но господь хорошо знает господь знал что израильтяне не смогут исполнить его закон но то что они получили закон это не значит что вы получите благословение если исполните его но люди думали что если исполнят тогда получат благодать а если мы будем исполнять закон мы сможем быть благословенными это неправда не получится закон имеет тень будущих благ кто знает истину день субботний говорит о том что мы освобождаемся от груза это значит иисус освобождает нас от грехов аминь это показывает нам что нам нужно верить то что иисус уже все сделал закончил на кресте он очистил наши грехи но на сегодняшний день во многих церквях да они знают что посредством изжертвоприношения иисуса можно получить прощение грехов но также многие церкви говорят что хотя иисус был распят но мы грешники это означает что иисус проиграл на кресте иисус хотел искупить нас от грехов поэтому умер на кресте но если мы говорим что мы грешники это означает что он проиграл на кресте иисус умер за наши грехи он не проиграл на кресте и совершенно очистил наши грехи да очень тихо говорить аминь на самом деле разве не нужно ответить аминь верно да разве я давлю на вас аминь совершенно омыл что же такое духовная жизнь это не значит нам нужно прилагать усилия исполнять заповеди уже закончился закон уже закончилось дело прощения наших грехов иисус на кресте омыл наши грехи совершенно и он закрыл закон крышкой на ковчеге чтобы мы не смотрели на него он также поставил херувимов которые крыльями закрывали потому что если кто-то увидит он получит проклятие да никто не смотрел в закон но какой-то галилетянин он открыл 570 тысяч погибло больше вы не открываете ковчег что значит что значит закон имеет тень будущих благ иисус это тень иисуса это тень иисуса как приносили жертвы в виде овец и козлов господь просто показал пример того как иисус очистит наши грехи он очень идеально объяснил нам все подробно еще есть один момент да знаете пастор должен читать библию обнаруживать такие вещи и учить своих прикажан еремия 31 глава 31 стих господь дал нам удивительное слово давайте вместе прочтем его еремия 31 глава 31 стих вот наступают не говорит господь когда я заключу с домом израиля из домов иуды новый завет 32 прочитаем не такой завет какой я заключил с отцами их тот день когда взял их за руку чтобы вывести их из земли египетской да это то что 10 заповедей 10 заповедей которые господь дал на каменных скрижалях правильно же и потом господь говорит я дам новый завет 33 стих но но вот завет который я заключу с домом израилевым после тех дней говорит господь вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им богом и они будут моим народом первый закон был написан на каменных скрижалях и его закрыли в ковчеге завета а второй не на каменных скрижалях а написано на сердцах напишу где я хочу спросить у вас есть ли у вас грех или нет у вас есть грех есть нет почему потому что Иисус простил и он написал этот закон в вашем сердце в ваших душах когда я точно верю что Иисус простил на кресте мои грехи что в моем сердце написано грехов их и беззаконий их я не воспомяну более так написано правда аминь человек который получил спасение уже не имеет в своем сердце 10 заповедей но написано на сердце его факт о том что Иисус на кресте своей кровью омыл наши грехи аминь аминь что в вашем сердце написано господи я грешник прости меня это написано не так не так ведь да что в вашем сердце написано ибо я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более это написано в вашем сердце это есть разница от человека который получил прощение грехов и не получил те которые не получили прощение грехов хотя Иисус умер на кресте но говорят что они грешники но наоборот те которые рождены свыше они уже не говорят так а я грешил да но Иисус своей смертью на кресте простил все мои грехи Еремия 31 глава 31 стих вот наступают дни говорит Господь когда я заключу с дом Израиля Новый Завет потому что прежний Завет они нарушили мы можем получить посредством того Завета только проклятие но Иисус получил проклятие вместо нас и сделал нас чистыми поэтому Господь сказал что он поставит новый закон давайте посмотрим 31 главу 33 стих но вот завет который я заключу с дом Израилевым после тех дней говорит Господь вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом они будут моим народом в сердцах в сердцах людей которые верят в Иисуса есть то что написано в наших сердцах я согрешил но я очищен и стал белее снега на кресте больше больше я не грешник если у вас сердце это написано тогда вы становитесь народом божьим если вы говорите Господь я грешник тогда вы не имеете отношения с Богом 34 стих прочтем и уже не будут учить друг друга брат брата и говорить познайте Господа ибо все сами будут знать меня от малого до большого говорит Господь потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более Господь простил мои грехи Господь сказал что не вспомнит о них тот который верит в это знаете печально что на сегодняшний день многие христиане очень большому сожалению они не знают этот факт поэтому хотя ходят церковь но говорят что все они грешники хотя уже Господь простил наши грехи но они говорят что они грешники это так больно слышать Господу что Господь говорит первый закон мы делали так или иначе получали проклятие или благословение а второй закон Господь знает что мы не можем сделать хорошо поэтому мы получаем проклятие благословение в зависимости от того что делает Господь Господь отправил Иисуса к нам Иисус очистил наши грехи грехи мы мы верим в этот факт поэтому первый завет сделал нас все грешниками потому что закон это закон греха и смерти а второй завет завет духа и жизни это говорится о том что Иисус просил наши грехи но те которые до сих пор находятся под законом говорят что они грешники но те которые находятся под законом духа и жизни они освободились от греха и получают свободу от закона греха и последствием крови Иисуса мы омыты оправданы и святые эта женщина была всегда при любодеянии хотя она согрешила но если судить ее по закону тогда нужно побить камнями но Иисус сказал что я заключу с домом Израиля новый завет для того чтобы оживить эту женщину закон никогда не сможет спасти эту женщину поэтому Иисус писал перстом новый завет первый завет Господь написал своим перстом на каменных скрижалях а второй завет Иисус написал своим перстом на земле и также второй закон написан на наших сердцах потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомину более Иеремия 31 глава 34 стих говорит Господь первый завет он заставлял меня поступать так или иначе чтобы я получил благословение или проклятие но так как люди нарушили этот закон Господь дал второй закон где уже все зависит от того что делает Господь и мы получаем благословение когда Господь отправил Иисуса и простил все наши грехи и он сказал потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более говорит Господь Господь Иисус написал Семперстов на земле Новый Завет до тех пор закон правил нами но Иисус написал Перстов Новый Завет и судил нас по этому Завету потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более говорит Господь это слово мы принимаем в свое сердце давайте помолимся Святой Отец Небес мы благодарим Тебя мы благодарим за то что все наши грехи совершенно омыты кровью Иисуса Господь Ты живешь и Ты стал всем для нас мы с удивлением по Твоей благодати можем слышать Евангелие можем получить свободу от греха Господь благодарим за то что Ты помогаешь нам во всем Господи еще много людей в нашей стране которые страдают от греха Господь ты дай им рождение свыше так же ты сделай так благослови что многие участники лагеря получили прощение грехов молились с вами со Христа аминь благодарю вас с вами славя благослови благослови благослови